Приветствую, коллеги! Мы начинаем сегодняшний мастер-класс, который посвящен тому, как зашифровать весь диск операционной системы Windows 10. Для тех, кто меня не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Константин Герасименко, я сертифицирован инструктор Академии ЦИСКа и Linux Professional Institute, кандидат технических наук по специальности информационной технологии. Здесь я, собственно, представляю университет с Эдико. Мы помогаем студентам начать IT-карьеру, IT-специалистам повысить свою квалификацию, повысить свою экспертность и зарабатывать больше, а компаниям найти высококвалифицированные кадры. Собственно, коллеги, мастер-класс это новый формат обучения, основанный на принципе обучения на практике, то есть learning by doing. Я, соответственно, делаю, ну а вы за мной повторяете. Вот такой вот принцип этого дела. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, если вы хотите этому всему делу научиться. Что важно, коллеги, давайте начнем с теории. Что такое кибербезопасность? Кибербезопасность это совокупность методов и практик защиты данных от хакерских атак, от злоумышленников. Таким образом, по сути, задача очень простая. Защитить ваши системы, ваши компьютеры от хакерских атак. Что важно, то что вот эти все методы и практики, они делятся на четыре большие категории. Первая категория называется эти категориями кубом кибербезопасности. Первая категория это конфиденциальность. Собственно, для того, чтобы обеспечить кибербезопасность, вы должны обеспечить вот эти вот все грани куба кибербезопасности. Итак, конфиденциальность. Что такое конфиденциальность? Это когда к вашим данным не имеют доступа как раз вот эти все злоумышленники и хакеры. Как это сделать? С помощью шифрования. То есть конфиденциальность обеспечивается достаточно просто. Нужно данные банально зашифровать. Вторая грань куба кибербезопасности это целостность. Что такое целостность? Это невредимость данных. То есть когда хакеры и злоумышленники не могут подредактировать, подиспортить ваши данные тем или иным способом. Собственно, проверяется целостность с помощью хеширования. То есть есть целые отдельные методы. Это все математика, коллеги, которая обеспечивает вот эту самую целостность. Третья грань куба кибербезопасности называется доступность. То есть ваша система должна быть доступна для того, чтобы вы могли с ней работать. Или клиенты, посетители, например, веб-сайт должен работать всегда. Как обеспечить это дело? Ну с помощью резервирования. То есть вместо одного сервера вы ставите два, вместо одного коммутатора два, вместо одного маршрутизатора два, вместо одного провайдера два и так дальше. То есть банально резервируете. Ну и последняя грань куба кибербезопасности это достоверность. Те данные, с которыми вы работаете, они наверняка имеют какие-то свойства, какие-то характеристики. Ну и вот ваша система на входе должна контролировать эти данные, чтобы они действительно соответствовали вот этим вот свойствам, вот этим вот характеристикам. Для чего это делается? Для того, чтобы не испортить систему, чтобы хакеры не могли засунуть в вашу систему какие-то вот данные, которые навредят вашей системе. Итак, ну а мы сегодня говорим о конфиденциальности. Соответственно, как она обеспечивается с помощью шифрования. Таким образом, я хочу зашифровать весь диск моего ноутбука так, чтобы, если я его, не дай бог, потеряю или к нему получат доступ какие-то злоумышленники, чтобы они не могли эти все мои данные, как говорится, украсть. Для этого я буду использовать утилиту, которая называется Veracrypt. Эта утилита уже достаточно таки старая, но тем не менее она себя хорошо зарекомендовала. Что важно, коллеги, все, что я буду делать, есть в нашем блоге, да, то есть в текстовом виде. Поэтому все ссылки под этим видео, где вы можете все это дело почитать. Итак, переходим на сайт Veracrypt.fr. Здесь есть Downloads и, собственно, вы нажимаете скачать Veracrypt. Я уже это дело скачал, собственно, для экономии времени. Значит, заходим в загрузки и вот здесь у меня Veracrypt уже скачен. Итак, следующий этап, это необходимо это дело все установить. Поэтому запускаем установщика и, как говорится, поехали. Значит, язык выбирайте тот, который вам удобен, чтобы вы понимали, что хочет от вас Veracrypt, чтобы не получилось так, что, как говорится, вы чем-то там наклацали так, что вообще ничего уже сделать нельзя. Поэтому выбираем язык, которым вы владеете. Дальше, лицензионные соглашения здесь принимаем. Ну и здесь выбираем Установить. Установить. Здесь все галочки по умолчанию, ничего не меняем. Установить. Ну и, собственно, пошла установка. Так, программа успешно завершена. Окей. Здесь система предлагает, чтобы вы выполнили донейт, пожертвования на развитие. Ну, я ничего жертвовать не буду, нажму ОК. Хотите дальше. Предлагается почитать документацию. Если вы первый раз установили, можете почитать. Там более детально все расписано. Ну, а можете посмотреть видеоролик, где я это делаю все банально быстро расскажу. Итак, у меня все установилось. Здорово. Значит, что дальше? Дальше нажимаем Пуск. Ну и, собственно, находим недавние программы Veracrypt. Ну или на рабочем столе. И, соответственно, дальше выполняем запуск. Вот, собственно, Veracrypt запустился. Что важно, коллеги, то, что если у вас язык системы, например, английский, да, то локально английский, то, соответственно, будет по-английски все. Возникает вопрос, как переключить на такой язык, что вы понимаете. Для этого нажимаем настройки. И в самом верху есть языки, languages. И вы можете на любой из тех языков, которыми вы владеете, взять и переключить. У меня вполне устроит русский. Поехали дальше. Следующий этап – это создание, шифрование уже диска. Итак, нажимаем «Создать том». Ну и здесь вот есть различные варианты создания вот этого самого тома. Соответственно, я буду выбирать, значит, можно, давайте разберем все пункты. Можно создать зашифрованный файл, контейнер. И туда, по сути, помещать ваши конфиденциальные данные. Но это не очень удобно, ввиду того, что вы можете что-то забыть туда поместить. И все равно на вашем компьютере, как говорится, останутся какие-то важные незашифрованные данные. Можно зашифровать раздел или диск. Это подходит, например, если вы хотите зашифровать флешку там, да, чего бы нет. Ну а я выбираю последний пункт, который называется «Зашифровать весь диск системой». Ну и здесь нажимаю «Далее». Значит, раздел будет у меня обычный, но можно сделать скрытый. Соответственно, будет двойное шифрование, да, то есть в разделе еще контейнер шифрованный. Ну, я считаю, это чересчур, поэтому выбираю обычный. Нажимаем «Далее». Вот, собственно, зашифровать раздел системы или зашифровать весь диск. Я нажимаю «Зашифровать весь диск». Нажимаем «Далее». Уверен, да. Шифрование защищенной области, ну, то есть загрузчика, да. То есть я полностью все шифрую. Вот здесь нажимаем «Да». Ну и, собственно, дальше. Veracrypt ищет скрытые разделы на моем жестком диске. Вдруг здесь несколько операционных систем. Но у меня одна система, это Windows 10, поэтому я выбираю «Одиночная загрузка». Если у вас несколько операционных систем на компьютере, то вы выбираете «Мультизагрузка». Соответственно, можно будет выбрать, в какой системе, какая система будет загружаться. Нажимаем «Далее». Собственно, дальше настройка алгоритмов шифрования. Здесь, на самом деле, много всяких алгоритмов. Но я считаю, что вполне достаточно AES. Вот. Ну и хеширование SHA-256. Вот. То есть это вполне достаточно. Тем более, что вот здесь, видите, написано, что и так соответствует вот каким-то там американским стандартам. Итак, нажимаем «Далее». Следующий этап, коллеги, это введение пароля, который Veracrypt будет спрашивать вас при запуске вашего компьютера. Итак, пароль. Должен быть, рекомендуется 20 символов. Большие и маленькие символы. Вот. И так дальше. Я вам рекомендую здесь ввести слово. Не просто какой-то пароль, а парольную фразу. Парольную фразу. Какие парольные фразы лучше всего вводить? Ну, например, я ходил в школу. Вот в школе были одноклассницы. Вот в моем классе были высокие, низкие, худые, тощие и так дальше. Поэтому вы можете взять альбом школьный и придумать парольную фразу для Veracrypt. Ну, например, у Оли большая грудь. 4 и в конце точка. Таким образом, большое количество символов. Две большие U и O. Это, собственно, цифра и в конце точка. Поэтому, коллеги, вы же не забудете свою одноклассницу. Правильно? Поэтому, поэтому, вот, собственно, идеальный будет пароль для вашего компьютера. Понятная идея, да? То есть, пароль должен быть надежный. Собственно, ввожу пароль. Так, я введу пароль небольшой, потому что это, как бы, для теста, да, все показывают. Да, и важный момент, когда вы вводите пароль, коллеги, его нужно вводить латиницей. То есть, убедитесь, пожалуйста, что у вас стоит язык. Язык у меня, например, английский, да? То есть, чтобы не получилось так, что вы введете пароль, там, на русском, украинском, казахском, там, еще на каком-то языках, да? И потом получится, что нельзя получить доступ к вашим данным. Поэтому, убедитесь, на каком языке печатайте. Итак, далее. Да, Veracrypt говорит, что пароль слабоватый, нужно хотя бы, там, 20 символов. Я говорю, окей, хорошо. Следующий этап, это вводим мышкой и, собственно, генерируются ключи шифрования. Так, вводим, вводим, да, то есть, вверх-вниз, лево-право, как угодно вводите по диагонали. Когда эта штука загорелась зеленой, можно нажимать далее. Здесь, да. Собственно, ключи сгенерированы. Здорово, нажимаем далее. Следующий этап, коллеги, это диск восстановления. Значит, важный момент, то, что все будет абсолютно зашифровано. Ну, и может так получиться, что компьютер перестанет загружаться или что-то там произойдет. Поэтому, нужно обязательно куда-то сбросить диск восстановления. Для этого я включил в свой компьютер флешку. И, соответственно, здесь нажимаю обзор. Вот USB накопитель, это у меня будет диск D. Ну, и давайте здесь я напишу вера-крипт. Так, ай-ай-ай, видите, язык не совпадает. Так, 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 как вот английский. Вера-крипт.iso. Исо, да, значит, ISO образ. Важный момент, то, что эта флешка будет, нужно будет потом записать его, этот ISO образ, как загрузочный образ. Для того, чтобы можно было эти данные расшифровать. Итак, нажимаем далее. Значит, ну и здесь вера-крипт говорит, что делать. Предлагает сразу записать. Ну, дело в том, что у меня в компьютере есть DVD-ROM. Ну, вот, поэтому предлагает сразу все записать. Но у меня нету, поэтому я выбираю первый вариант. Пишущего накопителя нет. Я сохраню ISO образ, а потом запишу его сам на флешку. Да, то есть первый пункт мы выбираем. Значит, так, ну и здесь инструкция, как это делать, все записать. Окей. Значит, окей. Ну и дальше, собственно, переходим к следующему этапу. Это режим очистки. Значит, что такое очистка, коллеги? Дело в том, что, когда я это дело все создам, то, по сути, будут шифроваться только новые файлы, с которыми я буду работать. А старые, вы спросите. Ну, а старые можно восстановить. Понимаете, важный момент, да? То, что вот физические файлы на диске не удаляются. Их можно восстановить с помощью какого-нибудь анделета и так дальше. Поэтому появляется так называемая очистка. Соответственно, все пустое место. Все эти файлы, которые уже удалены или не используются, да? Соответственно, все они будут, все удаленные файлы, весь ваш диск, все свободное место будет перезаписано нулями. Нулями, да? Чтобы нельзя было восстановить файлы. Поэтому я выбираю очистку. Ну, наверное, в один проход будет уже достаточно. То есть, вы это перезапишите. Ну, и кто параноик может выбрать и побольше. Тут 35 проходов. Ну, вот это просто уже и так, как говорится, кирдык. Вот один проход, случайные данные. Поэтому все удаленные файлы восстановить будет невозможно. Соответственно, нажимаем далее. Обратите внимание, то, что этот процесс может вот достаточно долго быть. Значит, так вы хотите, так учтите. Однако, очистка не выполняется после того, как раздел зашифрован. Та-да-да-да. Значит, ну, мне кажется, вполне достаточно одного прохода. Поэтому нажимаем да. Значит, претест шифрования системы. Вот это важный момент, коллеги. То, что мы вроде бы все создали. Все здорово. Но рано еще запускать шифрование. Давайте здесь нажмем тест. И, соответственно, компьютер перезагрузится. Я должен буду ввести пароль. Если пароль подойдет, все хорошо, то только тогда я смогу зашифровать свою систему. Это здорово. Поэтому нажимаем тест. И, соответственно, продолжить. Будет выполнена перезагрузка. Да. Значит, и мой компьютер. Значит, так, это еще раз лицензионное соглашение. Там, да, что все будет. Так, и мы нажимаем да. И, собственно, начинается перезагрузка. Так, 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 так. Рестартин. 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 Так, так, так. Биос отработал. Так. Вот, собственно, появляется вот такой вот загрузчик, где вы должны ввести пароль. Да. Ну, и я здесь, собственно, беру и печатаю свой пароль. Ну, и нажимаю Enter. Если все хорошо, то, собственно, должна пойти дальше загрузка. Так, у меня PIM никакого нету. Поэтому я нажимаю Enter. Так. Так, так, так. Проверка. Так, проверка прошла успешно. Ну, и дальше происходит запуск. Так. Перегрузились успешно. Так, загружается мой компьютер. Так. Ну, и, собственно, протест выполнен. Коллеги, это важный момент. Это означает, что все успешно. Пароль подошел. И система прошла проверку. То есть, я могу дальше уже выполнять полностью шифрование всего этого дела. Итак, дальше я нажимаю Шифровать. Ну, и, собственно, вот, опять-таки, это лицензионное соглашение там, да, с инструкциями. Можете все это дело распечатать. Будет вам весьма полезно. Итак, ОК. Здесь нажимаем Да. Да. И, собственно, дальше начинается шифрование. Значит, я рекомендую здесь вам полностью закрыть все окна, да. То есть, у меня, видите, ничего не открыто, ничего не запускайте. Ну, и, собственно, этот процесс может занять определенное время. У меня SSD диск 120 гигабайт. Поэтому, вот, можете посмотреть, то, что система будет 26 минут это дело все шифровать. Ну, и, собственно, дальше нужно не трогать компьютер. Вот, и просто подождать, когда это шифрование будет выполнено. 99%. Так, шифруется. Так, 7, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 100%. Прекрасно, коллеги. Таким образом, наш диск полностью зашифровался. Нажимаем ОК и нажимаем Готово. Ну, и последний, самый важный момент. Давайте мы это дело все прямо сейчас протестируем. Для этого я нажимаю Пуск и, собственно, перезагрузим полностью компьютер. Значит, перезагрузка. И посмотрим, как же это дело все заработает. Так, перезагружается компьютер. Перезагружается. При загрузке система у нас загрузчик спросит пароль. Так, BIOS. BIOS. Так, загрузчик. Ну, и, собственно, дальше мы вводим здесь пароль. Так, здесь тоже Enter. Происходит проверка пароля. Ну, и дальше, по идее, должен загружаться Windows. Так, смотрим. Загудел мой компьютер. Видать, что-то там расшифровывает. Расшифровывает. Так, 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 так. Начинает расшифровывать раздел. И, собственно, дальше система должна начать загружаться. Ну, немножко увеличилось время загрузки за счет вот этого вот загрузчика, который, собственно, проверяет, который расшифровывает данные, да, которые, то есть, ядро операционной системы, по сути, должно работать с шифрованным диском. Ну, и, видите, коллеги, успешно все загружается. Вот такая вот полезная, весьма полезная утилита Veracrypt, которую я вам сильно-сильно рекомендую. Вуаля, пожалуйста, все работает. Итак, коллеги, если у вас есть какие-либо вопросы, может быть, что-то не получается, вот, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Ну, и вообще напоминаю о том, что самое эффективное обучение это на практике, это практическое обучение. Поэтому, собственно, коллеги, постарайтесь все это дело проделать и повторить за мной. Если вам это видео было полезно, оцените его лайком. Если для вас интересна тема кибербезопасности, линукса, сетей, программирования, то вы можете систематизировать свои знания у нас на курсах, повысить свою квалификацию и зарабатывать больше. На этом все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok